уставшие моряки снимают шторм смотри, шторм в шторме сейчас уже где-то в девяточке подходит потихонечку потихонечку подходит дальше вроде хуже будет магда сказал быстрей-быстрей заходите добро пожаловать во фьорды через часов так десять ну слушай, пять с половиной часов остается так, это до этой точки и там еще пятерочка только в конце моей вахты приедем в лучшем случае в тиктоке видео смешное посмотрел там есть такая мандариночка мандаринка там есть такая семейная пара молодые там с таджиком она походу сама таджитка как это правильно называть и вот они там стоят подрывчиком мы таджики мы носители корон там кто-то пишет мы строители дорог кому там что слышится кто-то пишет там боители коров там и так далее лепят там короче на день а так видно с прикольным как начинаешь снимать так оно и вроде вытекает хоть все время снимает надо минут 10 снимать вообще есть такая штука как пауза с другой стороны маленький какой-то бугорочек так мы просто между волнами из-за нашего размера проваливаемся и все больше интересного не произойдет пока что а потом просто носом на волну встанем когда будет совсем херово тогда тем более ничего интересного не будет будем стоять на месте вот когда только начинало раздувать сегодня было заметно хорошие такие порывы сам чайка сидит на воде говорят к успокоению по-моему говорят наоборот точно не к успокоению если чайка села в воду жди хорошую погоду а мне кажется она просто устала мягко говоря ну и так то что смысл да садятся на вот некоторые умные чайки они садятся на судно и грибут особенно по индийскому там ходишь постоянно перевозишь этих товарищей они ленивые в принципе как и арабы тоже ленивые птицы такие же не хотят махать крыльями а собаки там их видел там как этих у арабов тоже вымира тогда в амане если встретишь там какую-нибудь одну собаку кожу до кости даже шерсти нет что я стою пойду я вот там вал сейчас подойдет подождем подождем давай приятного и да помните в школе песню пели капитан капитан улыбнитесь ведь улыбка это флаг корабля капитан капитан подтянитесь только смелым покоряются моря да да так вот я за вахту проехал только 17 миль сейчас на ком стоит час проехал тут не знаю 4 мили наверно вот у нас время пишет 17 часов 16 30 вот с 16 и 30 вот с 16 ну почти 6 миль проехал еще не так плохо скорость сейчас меньше меньше 4 узлов уже при худшем варианте у нас будет скорость 2 узла если вы на Волгобалте или на Сормовском там да слышал на каком-то из этих судов бывали бывало скорость минус один минус полтора я честно плохо представляю но наверное это возможно все эти шутки они реальное подтверждение имеют по крайней мере лично от людей слышал эти рассказы в общем вот такое вот море в принципе я вот это дополнительно снял для тех кто недавно на моем канале для тех кто не видел море тем более плохой погоды она примерно выглядит так то что сегодня я снимал на вахте и сейчас да разница буквально там в три часа еще через три будет еще хуже иди за час волны больше мы между ними как бы плавно перекатываемся еще ветер пока разгоняет все это дело судовладелец уже начал нервничать по этому поводу что быстрее и быстрее как быстрее полный ход далее быстрее не получится потому что можно повредить судно экскаватор тоже за него переживает если мы его повредим проблемы будут не сможем его отогнать допустим то мы соответственно гендрик не сможем да тоже запустить подъехать взять крышку какую-то открыть любую даже самую первую отсюда не сможем то есть это задержки потери большие финансовые вот она ехала до нас наконец-то ну 8 метров визуально высота примерно около трехэтажный дом где-то примерно молдов чуть меньше чуть меньше